Практическая психология Практическая психология Вроде бы, да, у нас такое правило есть Всегда в эфире практическая психология Только практикующие психологи И только с высшим психологическим образованием А сегодня певица, актриса, преподаватель высшей категории И, что мне вот всегда бывает очень приятно, автор методики Голосовое освобождение Красиво звучит Почему возникла вот эта методика в твоей жизни И как она появлялась? Вопрос интересный Вопрос хороший Ты знаешь, Надя Когда я начала работать преподавателем А случилось это в моей жизни сравнительно недавно Если сопоставить это с общим артистическим стажем Я поняла, что не могу быть для своих подопечных Для детей музыкальной школы Где я начала эту практику Просто преподавателем Я стала им другом Где-то психологом В определенных вещах намного ближе, может быть, чем самые-самые родные для них люди Я поняла, что мне недостаточно заниматься только технической стороны вопроса И вообще она порой бывает невозможна Эта работа чисто техническая Без включения психологических моментов Согласна с тобой Я заметила эту закономерность Стала искать ответы на вопросы Так как я человек весьма любопытствующий Постоянно думающий Развивающий Рефлексирующий Да, да, да То, в общем, меня это и завело В ту глубину, в которой я сейчас нахожусь И вообще, как методика Данная система работы сложилась сравнительно недавно На основе индивидуальных занятий И очередной вопрос, который встал передо мной В какое-то время А почему, собственно говоря, я занимаюсь только с теми, кто имеет начальное образование? А ведь я могу, наверное, помочь людям, которые не обладают основами музыки Не имеют понятий вообще о том, как это попадать в ноты, вокализировать Ведь я работаю с психологическим состоянием человека Я понимаю, мои ученики этим делятся, что они уходят в другом состоянии В изменённом, более гармоничном, более светлом, каком-то радостном, замедленном И мне стало это интересно Почему я отсекаю такую огромную часть людей, которым я могу помочь? Следующий вопрос был о том, чтобы перевести эту методику в работу группы Потому что занятия с людьми неподготовленными музыкально Требует большой кропотливой работы Которую, в принципе, можно и совершать не один на один То есть начинала с индивидуальных занятий, да? А потом уже поняла, что можно помогать одновременно Не только одному человеку, но и целой группе Очень маленький ресурс, вот если использовать только индивидуальные занятия Очень маленький, получается, охват А людей по количеству внимания, заявок и сообщений Отправленных мне во множество социальных сетей Превышало гораздо То есть нужно было как-то ориентироваться, адаптироваться под спрос Смелости набралась О, да И первое занятие было рождено в муках или наоборот Вот в состоянии, когда ты поняла, что вот, я именно этого и хотела И я именно таких результатов и ожидала, что будут у людей Знаешь, как интересно Когда я впервые задумалась о групповом занятии И разрешила себе это внутренне Да, это обязательно условие Сказала, да, я готова Пожалуйста, пусть будет Ко мне пришла семейная пара Это было первое коллективное групповое занятие На котором у меня родились приемы по взаимодействию И некоторые психологические крючки То есть ты понимаешь, пространство занятия, оно начинает жить по-своему По своим законам Развиваться, подсказывать какие-то конкретные приемы, ключики, которые можно подобрать Ну, я думаю, что у тебя тоже что-то подобное происходит Конечно, потому что у каждого есть набор инструментов, да А когда ты их начинаешь применять, то это все равно будет авторское Авторство, да, определенное Невозможно прямо повторить от а до я Потому что все зависит от человека, который к тебе пришел Или от группы Магия группы – это тоже великолепная вещь Совершенно верно И второй, наверное, спусковой крючок произошел в моей жизни Когда спустя год, после того, как просто созрело в моей голове решение Стремление работать с группой Год я еще шлифовала эту систему Выстраивала ее, думала И уже было место, куда можно было прийти и начать эти занятия Но как-то, понимаешь, такое состояние, когда ноги не идут Вот, ну не идут Но я попала в школу-студию йоги ВО Меня встретила Наталья Шихмина Мы с ней поговорили в понедельник И при первой же встрече, знаешь, резонанс Когда глаза в глаза встречаются и хочется прыгать Прыгать от счастья, от радости Что называется, место меня ждало То есть атмосфера, да? Ты пришла и поняла, что вот это то самое место, где я готова работать Не просто атмосфера Я пришла к ней с запросом Побывав на ее открытых занятиях, поняла, что это мой человек Я хочу с ней общаться Да, вот это пространство, в котором я хочу быть Оно отвечает моим эстетическим определенным требованиям Оно отвечает мне по ощущениям, по многим параметрам Просто нравится здесь быть И я позвонила ей, пришла Озвучила, что я преподаватель Я занимаюсь голосом, непосредственно его развитием Она говорит Вот, буквально вчера Я сказала, у нас есть танцы, у нас есть музыка, у нас есть йога Нам бы позвучать, позвучать И тут ты появилась И тут появилась я И мы тут же, на этой же неделе, уже в субботу Поставили первое обзорное занятие методики голосовой освобождения Почему такое название, голосовое освобождение? Думала все дни Надо было как-то анонсировать Надо было как-то назвать Существует метод голосовой йоги Но мне не хотелось быть ни на кого похожей Не хотелось вызывать в людях ассоциации Ведь не все принимают учения йоги Кто-то считает, что это слишком далеко от жизни Оторвано куда-то, да Хотелось выбрать какое-то такое название Которое никаких посторонних ассоциаций вызывать не будет И в то же время будет говорить именно о том, чем мы будем заниматься Да, отображать самую суть Каждый человек имеет голос Совершенно верно, да Но не каждый этим голосом может управлять и наслаждаться Очень верное замечание Именно наслаждаться Получать удовольствие от собственного звучания Надя Как ты, не зная нашей системы работы, смогла угловить эту суть? Ну, потому что мы все во вселенной Наверное, поэтому Но я и очень хочу оказаться на твоей вот этой методике Прожить ее, прочувствовать на себе Так что я думаю, что у меня все получится Вика, в чем соль? В чем соль этой методики? Те люди, которые сейчас нас слушают Я хочу, чтобы они понимали С чем они уйдут От встречи с тобой После встречи с тобой Наверное, стоит немножко сказать о структуре занятия Вообще, в чем его особенность и отличие от традиционных занятий По вокалу По пене, по вокалу, наверное Или от занятий по культуре речи Допустим, сценической речи Чем это отличается? Потому что я была на курсах речи Дважды на групповых курсах речи Это была очередная ступень, видимо, моего приближения К собственной деятельности Особенность построения нашего занятия В том, что мы касаемся всех сторон звучания голоса О которых мне никто не говорил Я собрала это постепенно По крупицам По крупицам Задавая себе вопросы Почему вот это упражнение не идет? А почему вот здесь не получается? Как мне помочь этому человеку? Что здесь работает? Где? Как я люблю это говорить Затык Да, ты знаешь Это слово ты уже слышала Ну вот смотри Это ведь еще и близко К телесно-ориентированной психологии Совершенно верно Потому что голос, он где живет? В теле Да, Надя Да И поэтому Одним из этапов разминки Я включила упражнение На раскрепощение корпуса тела Это упражнение на плечевой пояс На свободу шеи Где непосредственно находится голосовой аппарат И на ощущение опоры на поверхность На которой мы находимся То есть мы включаем тело Мы включаем дыхание Дыханием отдельно занимаемся Далее мы работаем Соединяем тело И непосредственно идем во внутренние мышцы То есть работаем с артикуляцией Плюс резонансные упражнения Которые включают уже на этапе разогрева Звучание голоса в полную краску И далее вот эта разминочная часть Она может использоваться как базовая Для любых занятий Далее либо Если это вокальные занятия Мы переходим к распевкам за инструментом Если это занятие для тех, кто не поет Допустим, групповое занятие Мы можем переходить к любым типам Голосового взаимодействия Что подразумевается под собой Вот в этом слове Голосовое взаимодействие То есть я понимаю Когда я клиенту говорю Вы знаете, вам нужно прокричаться Чтобы выпустить, например, какую-то эмоцию Агрессию, еще что-то Я ходил в лес, пел, кричал Мне так полегчало Мне так хорошо было Вот в твоей методике это тоже есть То есть я могу прозвучать любую свою эмоцию Озвучить любую эмоцию Да Озвучить можно совершенно Любую эмоцию, мысль, состояние Намерение, которое в данный момент есть внутри Но мы делаем это экологично Ну да Мы делаем это на занятиях безопасно Экологично еще и для Прежде всего голосового аппарата, да? И для голосового аппарата И для окружающего пространства В этом суть И в этом, наверное Главная особенность Отличительная особенность данной методики В том, что она практикоориентированная То есть те упражнения, которые мы применяем И те ключики, на которые я обращаю внимание Во время занятий Эти ключики Относятся к нашему взаимодействию С другими людьми в жизни Мне часто говорят ученики Вообще их реакция весьма примечательна На занятиях Когда я произношу подобные психологические ключики У них на какое-то время Замирает лицо И потом Да Правда, я ведь так делаю Обрати внимание на это в жизни И это опять-таки Получается шаг К изучению себя самого А голос Это и есть мы сами Голос вообще Отражает То, как мы сегодня спали То, в каком мы гормональном состоянии находимся То, в каком мы настроении Насколько мы поели Насколько мы отдохнули Насколько мы гармонизированы Насколько Большая куча проблем у вас в жизни Насколько мы умеем Сосредотачиваться На каком-то из процессов Те, кто практикует Медитацию на дыхании То есть фокусировку Дыхания Фокусировку внимания на дыхании Те понимают Насколько важно это И тем легче Например Замедлить свой выдох Выдох — это то, что мы практикуем То, что Мы особенно выделяем В пении Он должен быть Пролонгированным Продлённым Во времени Ему нужно позволить Выйти Его нужно позволить Себе слушать И не только Себе Свой Собственный выдох Слушать Если мы говорим О групповом занятии Но и послушать Выдох другого человека Как он звучит Да Получается, что Вот эта методика Даже если на уровне Даже дыхания Она человека возвращает В состоянии Здесь и сейчас В состоянии Здесь и сейчас И в состоянии Себя Ощущать Ощущать Слышать Чувствовать Понимать Собирать Весь комплекс Бытия Вика Вот Слышала я Такую историю От своей подруги Которая живёт В Италии У меня О том, что Она рожала Там ребёнка И ей врач Кушер говорит Давайте вы не кричите От боли А вы пойте Она говорит Я только русский народный знаю Хорошо, пойте Русский народный песни Она говорит Я сначала подумала Ну странно Тогда Ну да ладно Буду петь Может они хотят Послушать русский народный песни Но потом Когда Она говорит Когда я уже родила ребёнка Я Спрашивала Вы только ко мне так отнеслись Или вообще Вы в принципе Так рекомендуете женщинам И врач сказала Что я рекомендую Там Женщинам всем Потому что Это научно доказано Что когда Женщина поёт И не только женщина Мужчина Вырабатываются Гормоны эндорфилы Гормоны радости Что способствует Которые уменьшают Болевым ощущениям И оказывают Успокаивающий эффект Мало того Они приветствуют Эту методику Ещё и потому Что Ребёнок Который вроде бы Рождается в муках Он уже слышит Мамин голос Что мама не Пугающе Рычит Кричит А она Наслаждается Поёт Вот этим процессом У меня же тоже Медицинское образование Я так про себя думаю Когда я работала Во втором роддоме Про себя думаю Вот мы вот почему-то Женщинам это не предлагали Да А жаль Очень жаль Можно было бы Да Тем более что ты Вот как раз говорила Про те изменения Психоэмоционального состояния Когда человек К тебе пришёл Да И после уже Самого занятия Когда он Пел Слышал себя Дышал Наслаждался Был здесь и сейчас Проживал Вот эти минуты радости Да Надя Ты знаешь Когда я хотела Родить второго ребёнка Был у меня такой период Я интересовалась Разными способами Разными типами родов И Посмотрела несколько роликов С французскими родами Там было то же самое Во время родов Будущая мама Ходила по комнате И издавала какие-то протяжные звуки Неважно какой высоты Неважно каким образом Вот спонтанное звукопроизводство Во-первых Что происходит С физиологической точки зрения И мы всегда это разбираем На занятиях Расскажи нам Позволяя себе Свободно выдыхать Человек замедляется во времени И возвращается Из нашей Суетливой Обыденной жизни В нормальное Уравновешенное состояние То, что достигается Опять же Медитацией Когда мы Длиннее Длиннее Позволяем себе Выпустить воздух Внаружи Во-вторых У меня Сейчас возникли По ходу твоего Рассказа Воспоминания о том Что Даже Похороны Обратная сторона На Руси Рождению Да Они всегда сопровождались Плачем Плачем И вообще Воем Большинство Бабы воют Да, да, да И большинство Вообще Каких-то Жизненных ситуаций Они всегда Сопровождались песней Причем На Руси Песней Протяжной Протяжной Да Протяжной Это в нашем Менталитете Заложено Вместе с голосом И с этим дыханием Приходило Освобождение В тело Приходил Эмоциональный Выход Эмоциональный Ну, выброс Не сказать Это как раз В тему Крика Да, вот это выброс Вот это жестко Это когда проживаешь Ту или иную эмоцию Да, ты можешь Ее по-разному прожить Да, даже на разном Тембре Да, правильно Понимаю А потом пришли Социальные нормы Да Нельзя Это нельзя Это неприлично Это нехорошо И вместе с этими нормами И усилившимся Ускорившимся Темпом жизни Совершенно Возникли Новые проблемы Новые заболевания Психосоматического Да Конечно Мы обрастаем Вот этим телесным панцирем Да, через который Невозможно пробиться Мы уже не слышим Свой голос Не говоря уже про дыхание Когда, например На Консультациях Начинаешь Учить Ну, или Рассказывать Как правильно дышать Там, да В ситуации Экстремальной В ситуации Там, когда ты Сильно волнуешься Еще что-то, да Ведь очень многие Взрослые уже люди Говорят Нас этому нигде Не учили Хотя мы прожили Такую же длинную жизнь И как оказывается Легко и просто Когда ты владеешь Этими методиками Начинаешь Жить Радоваться Возвращаясь к теме родов Я еще Скажу Помню, когда я сама пришла И оказалась В предродовом зале Стрессо... Как это сказать? Стрессоопасная, да? Стрессогенная У кушерок Ведь они ежедневно Имеют дело С совершенно разными Типами поведения Рожениц И несут огромную Ответственность За ребенка Который должен родиться И за маму И Я вот помню Как Немолодая женщина Подошла Просто к одной Напуганной даме Такой И сказала Чего орешь? А она по-другому не могла А она по-другому не могла А почему нет? А почему нет, если страшно? Ведь Дети Когда они еще Не обросли Вот тем самым Панцирем Они же свободно Проявляют Свой голос Мы же младенцам Не говорим Ты чего орешь? А он по-другому Не может выражать Свои эмоции Я хочу Я мокрый Я хочу Есть Я хочу Люди и тепла Мама, догадайся Я сейчас не могу сказать Догадайся, почему я плачу Вот смотри Вот мы сейчас Проговариваем Вот этот момент Я прямо чувствую Как у тебя Вот в методике Голосового освобождения Да Уже прямо Такие Набор Женщин В положении Должен быть Понимаешь Надя Я уже знаю Что я своей подруге Которой у меня сейчас В положении Прекомендую Да Давай будем В семейные роды Входить с песней Надя Ты читаешь Что происходит В моей голове Нет? Да У меня есть Такое свойство Я только хотела сказать Вот подводя К теме Буквально Две недели назад Я встретилась С одной приятельницей Которая Живет Ныне В Петербурге И она приехала Сюда рожать Рассказала она мне Интереснейшую тему Как она связалась По скайпу С одной Акушеркой Ушедшей Из официальной медицины И практикующей Вот это вот Семейные роды На дому Ну какой-то там Экологичный В общем способ Подготовки Рожениц К самому ответственному Процессу В их жизни Вот Она мне много чего Рассказала тоже Что они там практиковали И по дыханию И по звукам И Слушая ее рассказ Я в очередной раз Поняла Как мне хочется Работать с беременными Да Это особая категория Как мне важно Помочь им Научить Я себя помню Свои ощущения Помню Столько много новых Каких-то Явлений В теле Оно Физически Видоизменяется Оно посылает Новые импульсы В зависимости от того Как меняется Коктейль гормонов В крови Как важно Правильно Сказать Своему мужчине Мужу Близкому И может быть Еще какому-то Окружению О том Что Ребята Я сейчас Не такая Как вчера Помогите мне И вообще В принципе Любой женщине Насколько важно Нам Уметь Сказать Правильно Не доводить до истерики Не Не играть в обиду Не понял меня Ну и все Я сейчас надулась А вот ты догадайся Почему Да Догадайся Чего я хочу Никто не обязан Никто ничего не должен Мне так нравится Эта фраза Возьми и скажи Ну скажи Не тогда Когда ты уже на пределе А сейчас Когда ты чувствуешь это Возникла ситуация Проговори Ну вот видите Такие практические советы В программе Практическая психология Вика Давай еще У нас Дело в том Что у нас программа В двух версиях выходит В короткой И в полной версии Да Вот сейчас короткую версию Мы уже практически заканчиваем Скажи На каких людей Рассчитана 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 твоя методика Кого ты Прямо готова Видеть Слышать И с чем Они к тебе идут Когда мне задают вопрос Например По возрастному ограничению Я понимаю Что Я попадаю в тупик Есть Наверное Какие-то Параметры По которым Необходимо Формировать группы Но Сейчас я даже Не готова Включить Вот эти самые Ограничения Потому что Я открыла Свои внутренние ворота Всем Может быть Для комфорта Группы Необходимо Да Подростков Вести Отдельно Но с другой стороны Почему Не соединить их Со взрослыми Может быть Это наоборот И поможет Работе группы По какому параметру Еще Разделить Всю аудиторию Они Наверное По двум Люди Которые Когда-либо Учились Музыке И имеют Основы музыкальной грамоты Здесь мы Вторую практическую часть После Разогрева После разминки Наверное Построим Иначе Немного И здесь У меня Есть такой тип работы Я недавно Закончила Мини-группу С комбинированным Типом Курс Где Были Групповые Занятия И индивидуальные Одно Групповое Одно Индивидуальное На неделе И вот Таким образом Будет набираться Группа С которой мы Начнем работать В сентябре Вторая группа Будет для тех Людей Кто никогда Не пробовал Пение Не учился Музыке И всю жизнь Думал о том Что у него и голоса Да нет Да Может быть Даже получал Психологические Пластыри Народ Да помолчи уже Да тебе лучше Не петь И так далее Но очень хочет Сейчас это делать И вот Во второй группе Будут только Пока Коллективные Занятия Два раза в неделю Даты Уже Определены Время Определено Все у нас Уже готово Место Тоже Известно Где это Начнется Так что Можно объявлять Уже набор Отлично Есть ли такая Тенденция Что например Девушек Женщин Больше На На твоих Занятиях Нежели Мужчин И Если например Женщина Хочет пригласить Своего мужчину Да Что давай мы С тобой вместе Позвучим Давай вместе Попробуем Освободить Свой голос Из этой Грудной клетки Да Что Что должен знать Мужчина Для того чтобы Захотеть туда прийти Он должен себе Просто разрешить Это Разрешить Себе Взаимодействие С супругой В группе И С другими Женщинами Или мужчинами Вообще Это очень интимно Это очень интимно Правда Вопрос не праздный И В апреле Когда у меня проходили Обзорные занятия Куда могли Люди прийти И спонтанно Просто соединиться В группу Были разные варианты Были варианты Только женского Взаимодействия Были варианты Женского Мужского Смешанного Взаимодействия Я вот уже Упомянула о том Что у меня Семейная пара Занималась Они сейчас Заканчивают у меня Курс В связи с тем Что я уезжаю Но они с марта Ко мне ходили И у них были тоже По разным причинам Индивидуальные встречи И встречи Вместе В паре Это такая Семейная терапия Я бы сказала Да Обратную связь Получаешь от них Постоянно Какие изменения В их отношениях Семейных Происходят В связи с тем Что они Проходят Совместно Вот эту методику Голосового освобождения Ты знаешь В этом деле Даже Я получаю Обратную связь Но Можно просто Наблюдая Видеть Да Вот как они Заходят ко мне На порог Какими они Уходят Как они Общаются Какими они были Когда пришли Весной Да И какими они Сейчас Да И эти изменения Меня необычайно Вдохновляют Поэтому я могу Сказать По ограничениям Людей Объединяющихся В группе Это только Количество На сегодняшний день Я определила Для себя Что Комфортнее И результативнее Будет работать С группой Максимум В 10 человек И это количество Необходимо Четное Ну Лучше всего Четное Для того Чтобы я могла Потом На Практических Упражнениях Быть наблюдателем Поняла Итак Продолжаем Программу Практической Психологии Сегодня в студии Виктория Масленникова Певица Актриса Преподаватель Высшей категории И автор Методики Голосовое Освобождение Вика Я так правильно понимаю Что ты не только Теорию Даешь людям А ты сразу же С первых минут Начинаешь Их погружать В практику Так же как Да Надя Так же как И индивидуальные занятия У меня всегда Начинались Со сканирования В каком состоянии Ко мне пришел человек Не важно Это ребенок Или взрослый Нужно понять Он пришел сюда Уже И с чем пришел Да И с чем пришел В каком он состоянии Насколько он сейчас С собой владеет Не секрет Что Наша насыщенная жизнь Требует от нас Концентрация внимания Постоянной концентрации внимания От которой мы очень сильно устаем Очень устаем И Одна из задач Которая встает Передо мной На занятиях Пением Если ко мне пришел человек Петь Например От чего все начиналось Создать психологический комфорт В этом Насроднит Да Профессия С чего Можно начать Создать комфорт Человеку Наверное Сначала лучше узнать Друг друга Задать вопрос Как дела Все люди Могут ответить По-разному Но в зависимости От того Как человек Насколько он Свободно говорит Об этом Насколько Пространно Или коротко И вообще Как звучит В данный момент Его голос Я понимаю Состояние Его здоровья На данный момент Состояние Его Уравновешенности Или Неуравновешенности И В зависимости От этого Я понимаю Что надо В первую очередь Ему дать То есть Даже в групповом Варианте Все равно Происходит Индивидуальная Подстройка Да Ну Про групповое Не скажу В данном случае Звучало Сканирование Один на один Да С группой Это сделать Сложнее Ну В общем-то И Работа Групповая Она Отличается От индивидуальной Там люди Приходят И Смотрят Друг на друга Они уже Интуитивно Начинают Друг подруга Подстраиваться Или не Подстраиваться От того Как выбирает Себе человек Положение В пространстве Насколько Он свободно Ходит Или Пытается Спрятаться В уголочек Я понимаю Тоже И Многое О нем В данный момент В момент Здесь и сейчас И Это очень важно Позволить На первых порах В группе Человеку Находиться Там Где он Хочет быть В зоне Его комфорта Некоторые Упражнения Могут Показаться Непривычными Понятно Потому что Да Я каждый день Не делаю Например Дыхательную гимнастику Я каждый день Не позволяю себе Самовыражаться С помощью голоса Да Мы дышим Довольно Активно И шумно Это первое Тут могут Сработать Социальные ограничения В человеке Но тем не менее Бояться Ничего не надо Мы активно Двигаем руками То что Тоже может Сказаться И может Заговорить тело Ограничением Кроме того Мы очень активно Разминаем Артикуляцию И вот Наверное Ты видишь Как включаются Сопротивления Да Внутреннее сопротивление У людей Здесь важно Не то чтобы Я это видела А чтобы каждый Замечал в себе Глазами охватить Аудиторию Достаточно сложно Мне приходится Еще балансировать себя Потому что Это Все-таки Волнение Волнение Всегда присутствует Разве что Я научилась С ним Хорошо быть В ситуации Один на один Но здесь Все легко Здесь все понятно Это область Моей работы Очень давно А с аудиторией Всегда Всключается Некая Вибрация Как говорит Мой психотерапевт Ты посмотри Как я волнуюсь Когда ты приходишь Поэтому я В этот мир вижу Как ты волнуешься А что в этом плохого Да Мы видим друг друга Да Отлично Мы видим друг друга Мы считываем Реакцию Чувствуем Да Познаем Да Знакомимся Потом уже Открываем Друг друга Для себя И вот это Наверное Один из Моментов Раскрепощения Позволить себе Пребывать В том состоянии В котором Ты пришел Но Тоже хотела бы Здесь отметить Что Волнение уходит С опытом Нет Нет Во время занятия Во время занятия На артикуляционной разминке Сейчас на камеру Не буду это показывать Как это происходит Но одно из упражнений Ты сейчас почувствовала Представляешь Сейчас Мы делаем это упражнение С языком Стоя все вместе Лицом друг к другу И наблюдая Как у кого Он выходит Ну и что Отлично Я к этому отношусь Легко и просто Я понимаю Я как раз и говорю Про внутреннее сопротивление А почему А почему должен мой сосед Видеть какой у меня язык Да Есть там на нем Налет Или нету А дети не думают Об этом А дети конечно нет Потому что они Да Спонтанны И мы В этом смысле Вот в этой части Занятия Погружаемся Немножко в детство Внутренний ребенок Дает о себе знать Да И ты чувствуешь Что он живой Он такой непосредственный И значит И ты жив Значит ты можешь Тоже наслаждаться Всем тем Что происходит вокруг Совершенно верно Отлично Практические моменты Они Действительно Возвращают тебя В детство Дают тебе Вкус этой жизни И Конечно же Мне Я просто уверена Да Человек Выходит в ресурсном состоянии От тебя Глаза Начинает блестеть Однозначно Ну и кроме глаз Наверное Есть еще и Другие моменты Опять-таки Даже по телу Да Какой-то он пришел Какое тело было Да И какой-то уходишь Расправляются плечи Исправляется Осанка Человек понимает Что он может Быть Таким Какой он есть Во всех своих проявлениях Даже если Какие-то действия Не получаются Вначале Некоторые говорят Что С высунутым языком Резонансные упражнения Трудно делать Ничего страшного Ведь мы Когда В младенчестве Учимся ходить Ни одному Не приходит в голову Это не мое Наверное Это я часто Приземляюсь На попку Да Да Действительно Раз за разом Приземляясь Мы встаем на ноги И идем дальше И в итоге Учимся ходить И все увереннее И увереннее И научаемся ведь Да А вот смотрите Сейчас очень модно Бывает Например Молодым Еще да Про молодых Например А мы с тобой тоже молодые Да Например Свадьба И они решили Что они будут Муж и жена Да Жених и невеста Будут петь Какую-то свою собственную песню Да Они так же приходят К тебе и говорят Виктория Помогите нам Зазвучать Вместе Вот Таким людям Можно тоже пройти Вот эту самую методику Сначала голосовое освобождение А потом уже Почувствовать Что у них есть Ресурсы Сила Возможности И Спеть На радость Всем собравшимся И себе прежде всего Надь Тут надо Сразу выяснять Есть ли у этих молодых Музыкальное образование То есть без музыкального образования Ты бы не взялась Да Я бы взялась За другой момент Как правило Ко мне обращались девушки Которые хотели На свадьбе Или На годовщине Для своего любимого Исполнить песню Ну максимум За месяц До события Ты понимаешь Что за этот короткий период При отсутствии опыта Добиться желаемого результата Достаточно сложно А теперь представь Нужно двоих людей Выстроить в пространстве Времени И еще плюс Звуковысотно Даже для опытных певцов Дуэтная песня Требует Достаточно Ну Требует времени Для подготовки А для людей без опыта Ну Я бы наверное Годик позанималась С ними В развитии музыкальных способностей Тогда бы Может быть Соединила бы их В дуэт Отлично А то вот Я тут совсем недавно Прочитала объявление О том Что мы Научим вас Петь На вашей Собственной свадьбе Ха-ха-ха Вот я хотела Да Хотела Ну я обязательно Виктории спрашивала Как это можно Научить петь Людей например Которые не имеют Меня чрезвычайно веселят Объявления подобного рода Когда Всевозможные школы пения Прописывают конкретный срок Вы научитесь петь Через две недели Или через месяц Вы запоете Какое-то произведение Очень забавно мне Но вот На Все-таки Вот эту методику Голосовое освобождение Может прийти Любой Желающий Узнать себя Прочувствовать Да И услышать Как звучит его голос Единственный И неповторимый Были такие ситуации Когда Вот уже У тебя уже есть опыт Были такие ситуации Когда человек говорил Я Даже не думал Что я умею так звучать Это происходит После первого занятия Я не скажу Что мы со всеми берем Вокальные упражнения Но Во время занятия Уже происходит Открытие Определенное И Люди понимают Что Совершив те действия Которые я от них прошу Они начинают Высказывать Мы же постоянно общаемся У нас постоянный контакт И обмен Ощущениями Впечатлениями А что происходит В данный момент А что ты чувствуешь Я задаю этот вопрос И человек начинает звучать Гораздо свободней Я говорю Смотри Смотри Какое чудо Ты заметил Ты замечаешь А когда это еще И в группе происходит Люди понимают Что Не только со мной Эти изменения происходят Ну и с тем парнем Который рядом Да С тем парнем Или с той девушкой И Ничего не стыдно Все естественно И все хорошо Отлично Теперь мне хотелось бы Узнать Давай мы с тобой Ты уже проговорила о том Что у тебя В сентябре Да Новый курс Да Расскажи Где ребята могут Наши слушатели Услышать Увидеть Почитать Информацию Про этот курс Я организовала Открытые группы В фейсбуке И вконтакте То есть если я набираю В фейсбуке Голосовое освобождение То я попадаю к тебе На страничку Я думаю Что именно так Нигде не встречала Этого словосочетания Голосовое освобождение Мне она очень нравится Проверю сегодня Спасибо Существуют ли еще Такие какие-то совпадения Ну Надеюсь что нет Я по крайней мере Долго вынашивала Ну там сразу же Увидите Увидите Мне очень понравилось Когда я заходила Сразу же Твоя фотография Причем в такой Ну такой очень динамичной Я бы сказала Да Позе Который вот Дает Я понимаю Про что это Поэтому вы Не спутайте Если даже вдруг там еще Где-то есть Голосовое освобождение То там на страничке Сразу же Виктория Масленького Освободить голос Из плена тела Да Об этом говорит Фотография Да Отлично Хорошая фотография Говорящая В этих группах Есть видео С моими обзорными уроками С нашим взаимодействием И конкретно Есть дыхательная разминка С физической Есть артикуляционная разминка С резонансными упражнениями Можно попробовать Попрактиковаться самостоятельно Если появятся вопросы Написать мне Ответ из этой группы Выход на мои личные страницы И соответственно В личные сообщения Сделать очень легко Очень легко Вот А занятия пройдут Начнутся 13 сентября В школе-студии йоги Во На Спасской 14 Это угол Улицы Спасской И улицы Свободы В очень красивом Современном Просторном Светлом зале В комфортной обстановке Будет набор В две группы Одна я уже В предыдущем выпуске Сказала, что Одна группа будет Для тех, кто Когда-либо пел И имеет Ну хотя бы Минимальные навыки Вокализирования И может быть Какое-то представление О звуковысотном Положении Голоса Вторая группа будет Для тех, кто Никогда не пел Но Испытывает Огромное желание Почувствовать Свой голос Может быть Это необходимо Для профессии Огромное количество Профессий Которые требуют От нас Правильного Насыщенного Может быть Где-то Авторитетного Полнотембрового Звучания Таким людям Тоже Показаны Занятия Голосового Освобождения Начнутся Эти занятия 13 сентября Ну вот Отлично То есть Можно будет Написать себе В социальных сетях Что я желаю И ты уже Дальше сориентируешь Людей Куда, что, как И почему Профили у меня Открыты Поэтому Welcome Отлично Спасибо большое Виктория Сегодня у нас Была интересная Очень программа Вот так В практической Психологии Мы с вами Рассмотрели Одну из методик Причем авторскую Методику Голосовое Освобождение Которая позволяет Вам лучше себя Узнать Прожить здесь И сейчас Научиться слышать Научиться слышать Не только себя Но и окружающих Людей А также научиться Наслаждаться Всему тому Что происходит В вашей жизни И в этом вам Поможет Виктория Масленникова Певица Актриса Преподаватель высшей Категории И автор методики Голосовое Освобождение Надя Огромное спасибо За встречу Очень интересный Получился разговор И признаться честно Я давно ждала Возможности Рассказать Именно С этой точки зрения С точки зрения Психологии С чем мы работаем И как Отлично Спасибо тебе Спасибо большое Удачи С вами была Надежда Бушмельева Семейный практикующий Психолог И программа Практическая психология До встречи Практическая психология